Welcome! Грузия получила долгожданный безвиз. Церемония подписания соглашения состоялась сегодня в Брюсселе. Что там говорили об Украине? Узнаем от Елены Зориной. Теперь, когда все позади, они вспоминают старую шутку о Визе и Шенген-Ацвале. Тбилиси и Брюссель сегодня официально узаконили свои отношения. Церемония подписания безвизового режима проходила в Европарламенте по-европейски скромно, без лишнего пафоса и грузинских торжеств. Подписали документ глава Европарламента, представитель мальтийского председательства в ЕС, а с грузинской стороны премьер. Теперь осталась чистая формальность публикации соглашения в журнале ЕС и 20 дней ожидания. Скорее всего, в печати документ появится 8 марта и уже без шенгена грузины смогут ездить в Европу в конце этого месяца. Ну а в кулуарах Европарламента сегодня говорили и об Украине. Более того, евродепутаты держали в руках украинскую символику и плакаты с надписью «Европа равно Украина». Своеобразный флешмоб посвятили памяти героев Небесной Сотни и революции достоинства. Слава Украине! Героям слава! Мы поддерживаем наших соседей. Украина – это часть европейского общества. И, конечно же, мы поддерживаем Украину в ее визовом вопросе. Разумеется, не обошлось и без разговоров о безвизе для Украины. Накануне вечером именно здесь, в Европарламенте, обсуждали, как все будет происходить и в какие сроки. Для украинцев сейчас очень сложно понять, почему этот вопрос постоянно откладывается. Да и я тоже не согласна с этим. Но сейчас, думаю, все наладилось, и мы предоставим Украине безвиз через несколько недель. Здесь, в Европарламенте, большинство за открытие границ для Украины. И так было всегда. Европарламент никогда не был проблемой. Вчерашняя процедура прошла настолько быстро, насколько это возможно. Визовый триолог – так назывался разговор об украинском вопросе трех институций. Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС прошел за закрытыми дверями. Но, судя по всему, консультации были успешными. И уже завтра вопрос безвиза для Киева должны утвердить постпреды стран-членов ЕС. По сути, процедура безвиза уже началась. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.